Вот здесь дети, например, тщательно обычно пересчитывают пешки и убеждаются, что их восемь, а то, что не полный комплект фигур, почему-то не замечают. Ну, общий сюжет понятен, да, они играют, вороны им мешают. Значит, вот что любопытно, дети сразу обращают внимание на достаточно неквалифицированную игру, а то, что первый ход делают черные, почему-то обычно их не смущает. В шахматах у каждого игрока своя армия. Восемь пешек, два коня, два слона, две ладьи и ферзь. Но главная фигура – это король. Свои фигуры его защищают, а неприятельски атакуют. Если на короля напали и следующим годом могут его съесть, это называется шахмат. А если королю при этом еще... Вот этот пример авторы мультфильма приводят в качестве примера мата. Как мы видим, да, мата здесь пока еще нет. Тоже, да, обычно замечают, что это не мат, сразу начинают возмущенно кричать дети, что это не мат, это не мат. Приехал и бежать – это уже мат. Кто поставил мат чужому королю, тот и выиграл. Даже если взять, наверное, самый известный мультфильм о шахматах, да, оскароносный мультфильм студии Pixar про игру Джерри, то там тоже не обошлось. Без нарушения шахматных законов. Потому что ход сразу вызывает возмущение обычно у детей. Что заметили из нарушений? Да, там двойной ход после переворота доски, причем ход получился с двойным матом. Ну а перед этим, да, когда Джерри не давал своему сопернику пойти на F1, в общем, ход на король F1 был вполне возможен. Я думаю, что на этом с конкретными примерами мы закончим. Можно, наверное, свет. В целом детям такие занятия нравятся, проходят достаточно живо и позволяют как им самим погрузиться и слегка отчасти развлечься, так и тренеру позволяют выявить какие-то конкретные особенности восприятия, особенности внимания и, в общем-то, особенности знания шахматных правил, которые есть у детей. Основная сложность здесь, наверное, заключается в подборке материалов, в первую очередь, потому что они должны соответствовать и возрасту, и уровню детей. Ну и, соответственно, да, самому наличию оборудования для работы, проектора, компьютера. Я не знаю, как в Словакии, с точки зрения авторских прав в России, использование видеоматериала в учебных целях разрешено свободно. То есть, этой проблемы у нас нет. То есть, мне кажется, что эти технологии, подбор таких примеров и их использование достаточно актуальны. Надеюсь, что, может, кто-то заинтересуется, будет использовать в своей работе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!